Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами продолжим изучение основных правил и особенностей обрезки для различных пород плодовых деревьев. Мы уже обрезали с вами яблоню, грушу, черешню, а сейчас мы с вами находимся у сливы. Это взрослое плодоносящее дерево, которое уже вовсю готовится к началу вегетационного сезона. Самое главное – это успеть обрезать деревья до момента распускания почек. Сейчас у нее набухание. Косточковые в целом стараются обрезать в последнюю очередь ввиду их особой чувствительности к возвратным заморозкам. Так и здесь мы приступаем к обрезке сливы в начале апреля. Какие моменты необходимо иметь в виду, когда вы ее обрезаете? Первое. Слива – это растение, также склонное к загущению, как, например, груша. Более того, в зависимости от сорта, от особенностей его ветвления, многие сорта имеют крону сжатую. И наша задача – раскрыть ее во время обрезки, сделать ее просвечиваемой и хорошо продуваемой, аэрируемой. Дело в том, что слива, пожалуй, сильнее всех культур поражается гнилью, а гниль любит тень и гниль любит влажность. Более того, когда мы обрезаем сливу, ну и другие породы тоже, мы таким образом немножко нормируем урожай, регулируем его, обеспечивая те сливы, которые останутся на дереве, максимум питания, максимум света и воды. Итак, на что обращаем внимание, подходя к дереву? Первым делом осматриваем крону и намечаем, что мы должны сделать, что мы должны удалить, где срезать, чтобы крона была раскрытая, ажурная и чашеобразная. Пожалуй, это самая удачная формировка для слив в приусадебных условиях. Это чашка, когда ветки расходятся в стороны, открывая центр, и таким образом все плоды на ветках оказываются хорошо освещены. Удаляем в первую очередь все больное, засохшее, поврежденное. Итак, удаляем все засохшее, отмерзшее, поврежденное. Удаляем небольшие загущающие веточки, которые не всегда находятся в хорошем месте, даже несмотря на то, что на них у нас есть урожай. Лучше, пускай у вас будет меньше слив, но они будут лучшего качества. Так, осматриваем дерево со всех сторон, убираем то, что трется, то, что перекрещивается друг с другом, то, что растет внутрь кроны. Обратите внимание на эту ветку, она поперек практически проросла, нам такое безобразие не надо. Удаляем ее под основание. Дальше, как я уже говорила, наша задача это раскрыть крону. Поэтому, когда мы проводим обрезку, в первую очередь мы обрезаем ветви с переводом на ветки, идущие наружу. Вот в данном случае, видите, вот ветвь, идущая внутрь, в придачу еще и трущаяся с другой веткой. Вот эта ветка находится в более выгодном положении. Она идет наружу кроны, и она займет в будущем вот этот сектор. Вот, и срезаем на перевод. Вот, ее укорачиваем. Дело в том, что эта ветка дала очень большой прирост. И в дальнейшем, она если начнет ветвиться, то в верхней своей трети. А эта зона окажется оголенной и не несущей никакой функциональной нагрузки. То есть, мы ее укорачиваем на хорошо развитую, живую, здоровую почку. Теперь ветки, если проснутся, то они проснутся во второй половине ветви, во второй ее третий, и крона получится более компактной. Аналогично здесь мы выбираем то, что идет наружу. В принципе, можно было бы срезать здесь, а можно срезать здесь. Но эти две ветки идут фактически в одной плоскости. Они как будто дублируют друг друга. Поэтому мы делаем выбор в пользу вот этой нижней веточки. Аналогично здесь. Не очень удачно разветвилось. Видите, проснулись две почки, которые фактически идут в одном направлении. Одну из них мы удаляем, а саму ветку укорачиваем. Вот эту тоже немножко укорачиваем. Она, видите, не сильно выросшая, поэтому ее укорачиваем слабее. Чем сильнее растет ветка, тем сильнее ее можно укорачивать. Если прирост усливы достигает иногда полутора-двух метров в удачные годы, то укорачивать ее можно даже на три четверти. Итак, продолжаем. Здесь я удаляю эту ветку, несмотря на то, что она под хорошей нагрузкой. Здесь они находятся слишком близко друг к другу. Они фактически параллельны. Пускай будет лучше чуть-чуть меньше веток, но зато урожай на них будет хорошим. Обходим постепенно дерево вокруг. Мы его уже осмотрели. Здесь укорачиваем. Эта ветка, видите, она в будущем будет перекрещиваться с вот этой. Мы ее укорачиваем на наружную почку. Теперь она будет расти в сторону и не будет мешать. Здесь, посмотрите, пожалуйста, видите, вот она даже впуталась. Очень густо. Это очень неудобно и неправильно. Поэтому мы ее срезаем с переводом на боковое ответвление. И опять же выбираем хорошо развитую почку, идущую наружу, и срезаем. Что значит хорошо развитая почка? Вы видите, что она живая, во-первых. Она набухшая. Она реально растущая. Дело в том, что иногда попадаются вот, смотрите, очень такие слабенькие почечки. Она неактивна. Она может проснуться позже. Она может не дать такого хорошо развивающегося побега. Поэтому мы ее не трогаем, такие почки. Выбираем более, так сказать, живые. Так. Сейчас мы приступаем к формированию верхней части крона. Здесь на высоте довольно-таки крупные ветви. Их срезать оптимально. Либо сучкорезом с храповым механизмом, либо сучкорезом уже более серьезным. Обратите внимание, здесь очень большое раскрытие, специальной передачи, которая позволяет увеличивать усилия и срезать очень крупные ветки. Это сучкорез плоскостной. То есть, видите, лезвия заходят как ножнички. Это позволяет срезать толстые ветки фактически заподлицо, без оставления пеньков. Это очень немаловажно. Итак, здесь мы с вами делаем то же самое. Мы переводим обрезкой ветки на боковые ответвления, раскрывая как можно больше крону и одновременно снижая ее высоты. Обратите внимание, как быстро наше слива становится все ниже и ниже. Кстати, этим же сучкорезом с тем же успехом можно срезать и маленькие веточки. Он прекрасно с этим справляется. Тем более, что удлиненные ручки позволяют дотянуться вам довольно-таки высоко. И сейчас наша задача – выбрать очередной новый проводник для этого дерева. Укорачиваем. Сейчас мы с вами вырезали бывший центральный проводник, сформировали новый, который гораздо ниже. Мы снизили крону сливы, сделав ее более компактной, более просвечиваемой и ажурной. После обрезки обязательно закрашиваем все срезы. Не забываем убрать ветви из-под деревьев, все растительные остатки изжечь. Ну и, естественно, после всех процедур наступает время для защиты нашей сливы от болезни. Дело в том, что самой большой проблемой для наших сливовых растений, для алычи, является такое заболевание, как кластероспариоз, дырчатая пятнистость. Особенно оно актуально для абрикоса. Дело в том, что эта болезнь поражает не только листья, но и кору и побеги, вызывая сильное комедитечение и, как следствие, усыхание деревьев. Поэтому мы с вами закончили обрезку, убрали остат. Как только температура воздуха устанавливается плюс 4, плюс 6 градусов, мы проводим первую профилактическую обработку от болезней препаратами меди. Она нужна для всех растений без исключения и для слив, и для алычи, и для абрикоса, поскольку предотвращает развитие такой опасной болезни, как дырчатая пятнистость. На этом у меня все. Процветания вам и вашему саду. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч в наших садах!